Итак, представляю вам участников со-главного боя турнира RCC-13. В синем углу, боец из Казахстана, город Алматы, ему 32 года, рост 187 сантиметров, вес 93 килограмма, 450 граммов. Профессиональный рекорд 17 боев, 13 побед, 3 поражения, 1 ничья. Представляет бойцовский клуб Pride, Асилжан Бакинжолы. Его соперник в красном углу из России, город Екатеринбург, ему 34 года, рост 183 сантиметра, вес 93 килограмма, 350 граммов. Профрекорд 24 боя, 21 победа, 2 поражения, 1 ничья. Представляет бойцовский клуб Архангел Михаил Иван Штирков. Рекорезок главного боя Виктор Корнеев. Бойцы на центр. Парни, работаем три раунда по пять минут. Еще раз напоминаю, правила знаете, ненарушаемых. Слушайте меня на протяжении всего боя. Это соглавное событие этого турнира. Покажите красивый чистый бой. Пожали руки. Разрешите к углу. Позвольные списки, возраст, рост вес бойцов на ваших ранах практически одного веса. На два года старший Иван Штирков, на 4 сантиметра ниже, но при этом гораздо опытнее. Ну что ж, бой, наверное, из серии Домблинг. Не проморгайте. Потому что Иван Штирков в последнее время славится своими досрочными победами. Но и у Сылджана огромный процент досрочных побед в первых раундах. Ну вот как вернулся из лиги ЭСИ Иван Штирков в родные пенаты, так дважды взял и досрочно выиграл. Причем в первом раунде. Досталось на орехи в мае Михаилу Колобегову. Ну и в августе был нокаутирован Насрудинов. А сейчас вообще Иван идет на серии из четырех досрочных побед. Второе поражение в карьере он потерпел как раз таки не от кого-нибудь, а от участника главного события сегодняшнего карда Магомеда Исмаилова. Да, но как сам говорит Иван, что после этого прошел такую определенную перезагрузку своей карьеры. Подцепил часть энергии, возможно, и включился на полную. Хороший такой мидлкик с передней ноги от Ивана Штиркова. А Солджан пытается там поджимать, пошел было с руками, но не точно. И там неплохо по корпусу двоечка разрядился Штирков, я хочу отметить. В последнее время сильно прибавил удар именно в ударке, да и он в общем-то раньше. Да, сильно как бы не уступал, но сейчас и точнее гораздо стал бить Иван. И с защитой, мне кажется, стало гораздо тоже интереснее у него. Ну и пошел такой, знаешь, вот этот панч, именно такой оп, и соперник лежит. Поменял стойку здесь Штирков. В свое время были претензии со стороны. Хороший мидлкик с дальней ноги. Так, перевод, перевод. Успешный кейкдаун забирает себе в копилку Иван Штирков. Пытается сразу же встать сейчас Бахаджан Улы через колено. Иван Штирков цепился в соперника, встать пока не дает. Плотный удар с дальней руки правой наносит здесь Штирков. Еще один удар от Ивана. Да, левый пытается контролировать, но нет. Удается встать Ассалжану Бахаджан Улы. Три минуты еще остается в стартовом первом раунде. У нас контроль со стороны Ивана Штиркова однозначно. Локоть попытался там на выходе пробить Штирков, но не точно. Сместился там Бахаджан Улы. Все время по поводу функционалки, но посмотрим. Мне кажется, что сейчас все должно быть лучше уже. Хотя с другой стороны... Мне кажется, вот после того поединка, когда очень хорошо был функционально готов к бою с Магомедом Исмаиловым, Иван Штирков хорошо, как сейчас попытку своего соперника перевел вот в такую хорошую для себя позицию Иван Штирков. Ассалжан Улы оказывается на спине. Мы прекрасно знаем, что Иван не только в стойке может ударить, но и в партере работает и на болевые, и на удушающие. Но он базовый самбист. Вообще-то, да. В халфгарде, ну или в халфмаунде, как ему больше нравится, но сверху самое главное для себя, находится Иван Штирков. Пока старо... Ох, локоть от Штиркова. И опять пытается встать, пытается встать Ассалжан Пахиджан Улы. Но нет. Штирков соперника стаскивает вниз, подключает левую руку. Виктор Корнеев рефери этого поединка внимательно следит и очень близко находится сейчас. Снова локоть от Ивана Штиркова. Возможно, да, не очень много действий в партере производят спортсмены. Но, тем не менее, ситуация пока в пользу Ивана Штиркова однозначно здесь. Ну и первый раунд удался, так скажем, достаточно насыщенный пока. У нас еще больше минуты здесь в первом раунде остается. Там практически чуть ли было не в маунт забрался Иван Штирков. Там все-таки нога. Нога одна все-таки остается. Правая остается в гарде у Ивана. Активнее бойцы работаем, активнее. Рейфери призывает к активности. Локоть хороший, короткий, но очень плотный. Так втыкает Иван. Да, локоть слева. А локти, как мы знаем, очень опасное оружие сечки. В партере в основном как раз от ударов локтями. И еще один локоть от Ивана Штиркова. Пока нечем ответить Ассалжану Бахаджану. Да, Иван сверху контролирует здесь своего соперника. Постоянно, постоянно так коротко, но в принципе пробивает. Но и очень-очень опасно угрожает ударом локтем. Как приводил Иван Штирков сам, что не надо залеживаться, ребята. Кто лежит, тот получает. Так это приходится сейчас, да. Не надо это делать Ассалжану, потому что вот этот локоть слева, попытка забраться туда в маунт. То есть пытается через креветку там, и такая попытка очень слабенькая была. Подключает правый локоть здесь уже Иван. Хороший раунд. Хорошая концовка раунда. Локоть начинает колачивать Иван под концовку. Просто бомбеет, да. Стоп, стоп, раунд закончился по углам. Второй раунд. Начинается второй раунд. Так аплодисментами встречают бойцов у нас зрители. Да, насколько восстановился после той бомбежки локтями. Но там рассечение где-то и за левым ухом было у представителя Казахстана. И за нос он держался, когда вставал. Но очень много ущерба принял на себя. И это все-таки вот эти опасные удары локтями от Ивана Штыркова. Ассалжан так пытается немножко идти вперед. О, какой хоккейк. Миддл кик в туловище пропускает под правую руку в область печени здесь. Ассалжан сам пытается ответить. Пойдет ли за тэкдауном Иван Штырков? В общем, вопрос. Попадает Штырков. Ну а Штыркова так просто не взять. Он прекрасно знает, как защищаться в таких ситуациях. И может уже сконтрить сам. Развернул здесь Иван. Соперник. Попытался вставить локоть. Ходи из клинча со стороны Штыркова слева. Есть по защите. И навстречу попадает справа коротким свингом Штырков, кстати. Ассалжан снова у него начинает кровить ухо. Отпокой. Джеб точный туда. Жесткий. Рельса джеб практически от Штыркова. Второй раунд. Иван Штырков сможет. Начинает опять обрабатывать ногу своего соперника. Ох ты. Правый через руку и левый боковой туда залетел. Аперкот. Лельзя пропускать столько. Как застоялся Иван здесь смелый представитель Казахстана. Идет вперед. Прекрасно понимает, что если рисковать, то ему... Ох точно туда попадает Штырков. Выдерживает это Ассалжан Улы. Но... Аперкот. Нашла еще работа тут от Ивана. Расстреливает Штырков практически соперника. Ой-ой-ой. Левый сбоку снова залетает, но держит все это представитель Казахстана. Ассалжан Улы пока показывает такие чудеса стойкости. За трейкдауном пошел Иван Штырков. А в своем углу оказался Ассалжан Бакиджан Улы. Локоть с разворота там от Штыркова. Отвечает боковым справа Ассалжан. Еще один джеб точно пробивает Иван. Боковым коротко отрабатывает здесь Ассалжан Улы. Два раза промахнулся. Защищался хорошо Иван. У нас вторая половина поединка начинается. И вот теперь выходит на первый план функционал. Ой-ой-ой. Точно цепляет. Качает здесь Ассалжан Улы. Идет он за трейкдауном в одну ногу. Хорошо отзащищался Штырков. Попробует зайти за спину. И здесь все может и закончиться. Глава удара. Коротко в подбородок пробивает Штырков. Пытается переворачивать. Соперника будет душить. Здесь в боковом контроле находится Иван. Либо попытается запрыгнуть в маунт. Либо попытается задушить. А у нас еще две минуты до конца второго раунда. Он не смотри выворачивается Ассалжан Улы здесь. Но отдает там через руку. Там захват по-моему через руку. С этого ракурса не очень любит. Попробуется забраться за спину своему сопернику здесь Штырков. Угрожает ударом и пробивает его с правой руки. Контроль со стороны. Еще один удар. Жесткий удар. При этом Ассалжан Улы просто берет и поднимается. Но поднимается. Смотрите как неуверенно встает на ноги. Как ты сказал, чудеса храбрости показывает Ассалжан Улы. А больше еще и стойкости в том числе. Да. И то и другое. И так с опущенными руками сам пытается идти вперед. А вот два жена подряд уже. Ох, темп конечно фантастический. Особенно для этой весовой категории. И чувствуется, что ребята подвымахались. Два раза апперкотом там подцепляет Штырков. Вот вопросы, которые всегда были к Ивану по поводу его функционалки. Но, коллега, здесь, мне кажется, задышать может любой. Потому что темп просто фантастический. Делает ошибку здесь Ассалжан Улы сам падает на спину. Меньше минуты остается до конца второго раунда. Ну и те, кто предполагали, что это будет очень легкий бой. Очень легкий поединок для Штыркова. Пока их прогноз не сбывается. Да, хотя казалось после первого раунда, да, что там уже такая серьезная трепка была. Но тем не менее. О, пока вы. Война крюков у нас здесь. Ну, при этом, смотри. Хорошо попадает. Пропускает. Еле-еле качается, да, здесь Ассалжан Улы. Но все-таки продолжает сражаться. Остается в поединке. Концовка. Работаем, работаем. Ведут по времени Штыркова. Снова точный джек подбородок от Штыркова. 20 секунд. Подзамедлился Иван. Ну и, надо сказать, да. И Ассалжан Улы тоже. Смотри, насколько он так тяжело стоит, да. А у нас раунд под номером 3. Кто бы мог подумать, но дело дошло до третьего раунда. В этом очень энергозатратном, очень зрелищном поединке. Начинается все с атак. Бакиджан Улы попадает. Он там в итоге. Бакиджан Улы была там очень мощная накачка в углу. Ему кричали, что да, ему нужно идти вперед. Такая сильная эмоциональная накачка была. Ну и сейчас, правильно, коллега, ты сказал, в кулуарах. Функционал, у кого больше сил осталось, кто лучше восстановился за промежуток, за перерыв между раундами. Пытается бить с дальней руки, там точно пытается попасть, но все-таки мажет здесь. Вот подзастоялся Штырков и тут же Бакиджан Улы старается просунуть удары. Иван ищет моменты для того, чтобы попасть один раз точно. Но пока он ищет, смотри, активничает Бакиджан Улы. Показывает, что у него с функционалом не так все печально. Но при этом не такие точные удары и какого-то ущерба они не наносят. Хороший боковой от Штыркова. Вот там тоже не совсем точно был. Опа, нет, здесь не точный апперкоп. Опа да не опа, да, в защиту там пробивает. А вот сейчас попал Бакиджан Улы. Да, третий раунд, я вам скажу, конкурентный. Конкурентный, да. Так это и есть Джеб в ответе от Штыркова. Принимает эту рубку, кстати, Бакиджан Улы. По корпусу достает Ивана. Бойцы перешли чисто на такой бокс, да. Чисто на руки, пока в третьем раунде мы не видели ни одной попытки тейкдауна. И ни одной попытки удара ногами уже. Ногами бойцы просто ходят, что называется. Вот там вроде бы обозначал Иван попытку тейкдауна, но не стал. О, хорошо сейчас. О, но много работает, да, здесь. Как будто второе дыхание открылось у этого спортсмена, да. Но выдержал, Асельжан выдержал, выдержал. Вот, пожалуйста. Тейкдаун от Штыркова, но безуспешная. Отзащищался здесь Асельжан. Вот сейчас будет потихонечку темп уже замедляться, если не замедлился. Боковой точно. Куда в область печени пробивает, да. Третий раунд очень конкурентный пока. Кто бы мог подумать. Идет, идет, идет время, да. Цепляет левым боковым, но остальные удары так немножко мимо пошли. Скользь, да, где-то. Не в каемочку. По скорости и по свежести сейчас, наверное, Асельжан выглядит поинтереснее. Однозначно в третий раунд он может себе записывать пока что в активе. Но при этом мы видим, что Иван Штырков берет вот эти паузы, но время от времени готов к такому быстрому точному взрыву. Точное попадание снова от Штыркова. И когда он бросает очень быстро и легко, его удары достигают цели. Попытка левого крюка. Отличный бэкфирс. Вот посмотрите. Как мы держим. Попытка ответа там, да, от представителя Казахстана, но не точно. Две минуты остается до конца этого поединка и третьего раунда в том числе. Опять так, через джебы работают ребята. Там пытается взять ногу. Пошел по тейкдауном, да, Иван Штырков. От защищается здесь Асельжан или нет? Левой рукой старается тут пробивать удары. В одну ногу делает проход Иван Штырков, но до конца так перевести не удается ему. Постреливает в голову Асельжан. Не наносить удары в затылок просит рефери. Так уже практически всем весом тело Асельжан на Иване Штыркове. Затылок внимательно снова повторяет. А рефери призывает к активности здесь рефери. И вполне возможно, что Виктор Корнеев, да, поднимает стойку бойцов. Чуть-чуть меньше минуты. Мы готовы еще посмотреть этот поединок стойку. Последняя минута раунда и поединка соответственно. Очень энергозатратный, но при этом достаточно зрелищный бой мы с вами видим. В том, что главном событии RCC-13. Левым боковым попадает Иван Штырков. Асельжанулы легко, но быстро бросает переднюю руку. Да, и джебы его попадают. Боковой зашел, Окс. Там же в ответ попадает уже Штырков. Обменялись рукопожатиями тогда. Попытка там пойти за тейкдауном от Асельжанулы. Но пока безуспешная. Я думаю, на этом все и закончилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Итак, по окончании трех раундов со счетом 29-28 на карточках всех трех судей победу единогласным решением одержал Иван Штырков. А.Кулакова